Всем привет, друзья! Буквально на днях закончилась Пушка Лик от Виплей, и наша молодежь стала там финалистами. В общем, ребята шли к успеху, к каткам по турниру, но в финале их ждал Пупей и его команда. В общем, немножечко не повезло, не дотянули мы до первого места. Но, тем не менее, нам есть что обсудить с парнями, поэтому сейчас будем созваниваться с Егорчем и с Витальичем. Егорчик, привет! Да, привет! Как ты? Как ты после финала? После финала ощущения не из лучших. Ну ладно тебе, это же самый достойный результат, нет разве? Ну, результат достойный, но проигрывать так немного безогейно и немного обидно. Вы разобрали уже, в чем была ваша ошибка, в чем была ваша проблема? Ну, секреты просто очень хорошо играют в доту. Ну, я бы сказал, что это одна из лучших сейчас команд вообще в мире, ну если не лучшая. Просто они, ну, в каждом микромоменте и с каждого микромомента выходят победителями, очень все хорошо делают в каждом микромоменте, и просто в ролл даже против них намного сложнее драфтить, потому что, ну, там, во-первых, сидит Пупей плюс Хин на драфте, а во-вторых, ну, это как, во-первых, а во-вторых, там очень... Игроки с огромным пулом, игроки с огромным пулом героев, и там еще Матумба плюс Ниша, они всегда могут свапнуться ролями. Матумба всегда может пойти на мид, а Ниша может всегда сыграть на керри, против этого тоже довольно сложнее драфтить. Слушай, а так смотри, в сериях против Секретов вы с Феном же тоже свапались героями. Ну, мы можем... Мы обычно свапаемся героями, но не линиями. Они могут свапнуть свои линиями, и это им дает преимущество некое. Ну, вы что-то же пытались менять в своей игре как раз-таки против Секретов, судя по тому, что вы делали. Расскажи об этом. Ну, ты имеешь в виду, что в последней игре мы героев свапнули? Да-да-да-да-да. Ну, на самом деле, это обычная практика, просто свапать героев, чтобы у, словно, мидера был более комфортный матчап. И в этом нету ничего такого. Я спокойно могу сыграть на Войсферите. У вас там был такой микромомент, мисклик с проданной рапирой. Как вы отреагировали? Как ты отреагировал на этот момент? А-да-да... Я вообще был в полутильте с этого момента. Там просто всрат, нереально всрата в доте анимация, и у меня просто банально нету времени. И я кликаю как бы купить рапиру, и на базе, ну, мне нужно драться, мне ломают последний параг, я кликаю собрать рапиру, а там, короче, там очень легко ее продать. Одинаковые пункты продать и... продать и собрать. Они очень близки друг к другу. И ты просто в агоне, и быстро-быстро, и, короче, не то сделал. Не было времени. Хорошо, еще хотела тебя, знаешь, по поводу MVP спросить. Матумба и Пупей, они, на твой взгляд, вот достойно взяли это звание? Или все-таки Алоха и Нунчик должны были взять? Да не, Секрет очень хорошо играли на этом турнире, но там, на самом деле, каждый игрок из команды Секрет очень хорошо играл и в микро, и как командный игрок. Там любой игрок заслуживал MVP на звание MVP Core и MVP Support. Я знаю, что к вам после финала в Дискорд заходил Сергей Гламазда. О чем вы говорили? Да, он, на самом деле, после каждой там победы к нам заходит и просто там оверол обсуждаем. Да мы не особо с ним обсуждаем, обычно мы обсуждаем причины поражения, а он просто слушает и говорит потом со слова поддержки. Так довольно часто это происходит. А ну вот в этот раз, после этого финала, когда вы заняли второе место, что он вам сказал? Ну, знаешь, из того, что ты запомнил, может быть, что-то было особенное. Да, он сказал, что Секрет — это одна из лучших команд в мире, что по факту является правдой, и что им не зазорно проиграть в Гранд Финал. Главное, что мы обыграли других оппонентов. Слушай, ну помимо Секрет, ты можешь еще выделить команды, с которыми вот вы успели поиграть, с которыми реально было интересно встречаться и сражаться? Ну, интересно было встречаться с Ликвидами. Я бы сказал, что это там топ-3 команды, ну, топ-2, топ-3 команды этого турнира. Они очень хорошо играли и очень поняли, и хорошо поняли мету. Мы, когда подходили к игре против Ликвид, мы поняли, что наши команды на данный момент довольно похожи, и мы пришли к одинаковым вещам, и хорошо и хорошо играем в доту, и мы и Ликвид. Поэтому я бы Ликвид выделил. Ну, еще в АП, конечно, но у них что-то не пошло против Ликвид в серии. Ты как считаешь, почему они проиграли против Ликвид? То есть вы выиграли, а они нет? В чем причина? Они, может быть, устали, да? Слишком много у них сейчас матчей постоянно, или почему? Так как ты думаешь? Банально, в первой игре там был аутдрафт, а во второй игре они просто немного посыпались, были в тильте. А почему у нас пошло лучше? Как раз во многом за счет того, что они проиграли, эта серия нам очень много показала, и дала нам преимущество в драфте против Ликвид. За счет того, что они показали каких-то героев в матче с ВП, и за счет которых они выиграли. Скажи, пожалуйста, всем, кто посмотрит это видео, людям, которые за вас болеют, поддерживают, какие у вас сейчас ближайшие планы, какие матчи впереди, какие турниры вас ждут. В общем, что у вас по расписанию? Что ждать? У нас по расписанию турнир Epic Prime, у нас 150 тысяч призового фонда, там уже будет идти плей-офф, собственно, и через пару дней мы будем сыграть против Team Spirit. В плей-оффе в первой игре уже 15-го числа, идите смотреть, а по ближайшим планам мы отказались там от пары турниров, и наш турнир — это ESL Birmingham, к которому мы хорошо подготовимся, уже будем часа с 24-го его играть. Да, кстати, я вас поздравляю, это ваш первый инвайт на ESL. Круто? Спасибо, спасибо. Слушай, ну тебе самому-то кайфово сейчас сидеть вот так вот с командочкой, удалённенько, никаких там тебе ланов, никакого давления на сцене, сидишься, катаешь в дотан, нормально тебе? Онлайн по кайфу точно играть, довольно комфортно, но на ланах тоже было замечательно по атмосфере. Получается, тогда встречаемся на следующем лане, жду встречи с вами. Да, конечно. Ну всё, спасибо тебе большое, Егорыч, вперёд тренироваться, поздравляю тебя с почётным серебром, так сказать. Пока-пока. Спасибо, спасибо. Ребятки, пока вы смотрите это видео, хочу напомнить вам, что прямо сейчас очень важно пойти и подписаться на наш Телеграм-канал. Там мы публикуем информацию о началах матчей, там у нас выходят текстовые интервью, в общем, все анонсы, всё самое свежее, оперативное, всё появляется там, на этом канале. Подпишитесь прямо сейчас. Виталь, привет! Привет. Казалось со стороны, что против Ликвидов можно было забанить Ликана и Ландруида, и в принципе, всё, и дальше можно было бы уже и не париться, и дальше они ничего не придумают. Как ты это прокомментируешь сам? Ну, там не только Ликан и Ландруид, там ещё было несколько героев, о которых мы поняли, ну, благодаря, кстати, их игре с ВП, мы забанили определенных героев, и думаю, это нам очень много дало в драфте. Ну, и вообще, просто у них было пенальти в первой игре, и я думаю, у них из-за этого получился не такой хороший драфт, потому что они там опоздали на игру или в лобби, ну, и были проблемы, короче, в тот день. И поэтому, думаю, у них получился не такой хороший драфт, который мог бы быть. Виталь, ты можешь сам подвести итог вашему выступлению на Пушкали? Как вы себя показывали, как вот с результатом вы справились, ну, морально, да, там, устраивает, не устраивает, как вы работали над этим, рассказывай. Ну, результат, думаю, нас, если честно, не очень устраивает, потому что нас так стерли Сикрет, без шансов. Но против других команд, я думаю, мы себя чувствуем довольно уверенно. Ну, в принципе, мы просто хорошо готовились к каждому нашему сопернику, будь то Альянсы, НИПы, Ликвиды, поэтому нам было довольно просто против них играть. А когда мы зашли против Сикрет, мы поняли, насколько эта команда лучше нас, по всем параметрам. против них было тяжело играть, тяжело драфтить. И банально по морали у нас были проблемы, на самом деле. Ну, к финалу, скажем так, после первой игры финала у нас по морали. То есть после 18 минут вам ударило, да, по моральке? Ну, к первой игре финала мы нормально подходили, я думаю. А потом уже, думаю, по морали у нас были некие проблемы. Слушай, а вообще, наверное, было сложно же понять, да, линии у Сикретов до того момента, пока они не разобрали персонажа. Ну, это, в принципе, как бы, ну, это невозможно понять, потому что у них там каждый игрок может сыграть на каждой линии, на каждом герое. Но, в принципе, ну, со своей стороны мы могли получше задрафтить и взять героя, который будет хорошо стоять против любого из этих героев. Ну, мы просто плохо вообще драфтили. Вообще, у нас там в трех играх ау-драфт у них был в финале. И было, в принципе, тяжело играть. Ну, а еще какой-то, знаешь, глобальный урок вы вынесли для себя вот именно после игры с Сикретами? Может быть, что-то вы почерпнули такое особенное? Ну, мы почерпнули, в принципе. Думаю, каждый что-то для себя почерпнул. Ну, условно, я для себя очень много подчеркнул, потому что у меня просто приходил Пупей и уничтожал в каждой игре абсолютно, начиная с линии. Я очень много вынес для себя, скажем так. Ну, слушай, Пупей, батя, он же олд. У него опыта гораздо больше. Я думаю, что это просто вопрос времени, когда вы наберетесь чуть больше опыта, наверное, чуть больше практики разных вот таких ситуаций, и все у вас пойдет. Ну, он еще просто показывал необычный геймплей, довольно-таки, на пятерке. Именно на этом турнире, который никто не показывал до вообще. Короче, Пупей майкет. Поэтому, ну да, они пришли с новыми идеями к этому турниру. Вы уже вынашиваете какие-то новые идеи сейчас к тому, что вас ждет? К Бирмингему, например. Ну, у нас будет перерыв между Эпик Лиги и ESL Бирмингемом. И у нас будет и неделя КВЭ. Я думаю, вот за эту неделю мы довольно много наиграем, думаю, нового. Слушай, ну это отлично. Целая неделя. Вот УВП у старшеньких сейчас таких периодов даже не возникает, даже не виднеется. Тебя тоже спрошу по поводу и их проигрыша Ликвидом, и по поводу вашей с ним встречи. Я не особо даже смотрел те игры, их с Ликвидами. Так что у них вообще не пошло в тех играх. Я уже не помню даже те игры, на самом деле, я их не особо смотрел. Но у вас против них что не идет? На самом деле мы просто против ВП плохо играли. Ну и принимали плохие файты на минуте 10-15, после которых уже было очень тяжело играть. И так банально в каждой игре. Ну изначально там поморали тоже какие-то псевдопроблемы. Потому что там кто-то может кого-то боится или нет, я не знаю. Мандраж, короче, легкий все равно чувствуется, да? Ну, каких-то игроков, да. Спасибо вам, ребята. Тебе спасибо, Егор. Тебе спасибо за то, что вы с нами пообщались. Хоть вот в таком аудиоформате. Мы очень ждем посмотреть на вас как бы через экран и сквозь ваши веб-камеры. Так что до новых встреч. Я надеюсь уже с вашими мордашками в кадре. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok